В эфире очевидное невероятное. Мы с тобой адвокат в зоне отчуждения, образованной после второго чернобырского выпаса. Второй. Бесшумный взрыв навсегда изменил жизнь в пределах зоны отчуждения. И мы не знаем, как долго продержится хрупкая граница между нашей жизнью и той, которая пришла к нам на смену. Ну вот что! Трудовые резервы строителей светлого будущего. Стоять! Что здесь происходит? Отвечай, я вас спрашиваю! Что ты на меня колбишь? Отвечай! Слепыш еще совсем. Что я тебе говорю? Ну здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арзе. И сегодня мы начинаем проходить мод Объединенный Пак 2. И что, сейчас наш Мечный отойдет. И мы сможем поговорить со сведочетом, да? Насколько я помню, его так зовут. Оброн нужен новый сталкер. Мечный. Добавлен в базу данных. На, сведочет. Одиночка. Голова гудит. Где это я? Ох, ты живой. А я уж думал, людей там нет. Одни зомбированные, да мертвые. Ты в грузовике смерть ехал. Обычно он трупы из центра зоны вывозит. Трупы? Да я сейчас больше на труп похож. Ты вот, держи аптечку и пистолет. Патронов обойма. Так что много не навоюешь. Но при умелом использовании все лучше, чем ничего. У меня только винтарь остался. Но его я тебе дать не могу. И куда же мне теперь? Иди в деревню Новичкова за мостом. Ну, найдешь доктора, он тебе подлечит. Ну, тут все понятно. Спасибо за отечку. Совет ИПМ. Попробую до доктора добраться. На днях выбран ни за что пропал. Прямо не верится. Ммм, тут у нас что? Вот кабуратино. Будьте внимательны. На кордоне около лагеря новичков совсем недавно видел парочку изломов. Ох ты, что это у меня так подлагало, а? Что это такое? Кто опять наградил под дверью? Что это сейчас за подгруз был? Я что-то не понял. Вроде раньше такого не было. Давайте сразу примем аптечку. У нас сразу миссия. Так, это мы смотрим не туда. Нам нужно вот сюда вот. И теперь, я еще что хотел сказать. У меня народная солянка. Ну, точнее, называется мод объединенный пак 2, но на самом деле это ведь народная солянка с объединенным паком 2, можно сказать так. Вот, она у меня без самых последних фиксов. Я не стал ставить, потому что они особо ничего не дают, так по мелочи. Может быть и поставлю после вот этой первой серии, заново все пройду. А там уже посмотрим. Вот, плюс у меня еще стоит парочка модов, то что варка артефактов за 5 минут, потом убрано время для дополнительных миссий. И еще один какой-то мод. Я уже особо не помню. Вот, так по мелочи, короче. Ну, и теперь мы бежим, собственно, к доктору. Но перед этим, я думаю, мы обыщем тайнички, да? И первый тайничок, который все знают, естественно, находится у нас вот здесь. Вот ух тышь. Я не думаю, что здесь кто-то может быть. Ну, надеюсь, он убежал, испугался. Потому что я испугался не меньше его. Что ж ты такой, а? У нас нет ничего? Все, вроде бы все мы взяли. 10 дроби, патронов 20 штучек и одна птичка. Тоже хабар, так что... Пользуемся на здоровье. Ну, а следующее у нас что? Это у нас труп. Сейчас придет сообщение от Архары. Мужики, подскажите, что за фигня? Таскаю Арты на поясе уже 3 месяца и все, ничего. А сегодня половина камнями стали. Пипец. Выводы очевидны. Вас та же херня ждет. Арты, штука не вечная. Так, я уже, честно, не помню, где у нас труп. Но. Вот так вот аккуратненько можно. Избежать встречи с плотями, которые нам не нужны. Да, у нас, похоже, не здесь труп-труп у нас в этом здании. Мимо. Так, нужно аккуратно сделать, чтобы плоти нас не ударили. Я не хочу, чтобы нас ударили. Все, берем у него. И тут есть еще. Ну-ну, не надо, не надо. Я тебе не причиняю вреда. И ты мне не причиняй. Парочку кровососов. Аптечка. Вот, вот такой наш хабар. Сохраняемся заново. Вот, и сейчас наша задача пробежать мимо военных. Ну, тут я уже... Ой-ой-ой. Патрон один зря потратил. Плохо. Тут у нас жизнь ведется на каждый патрон. У нас уже две аптечки, кстати. У нас на военный идет. Давайте побежим. Аккуратно. Все, все, все. Ребята, я не с вами. Мимо, мимо, мимо. Ну, все. Самое главное мы сделали. Пробежали через блокпост. И теперь уже нам ничего, собственно, не грозит. Еще что мы можем сделать, это взять куртку. Ну, и обыскать вот этого чела тоже. Само собой, правда. В прошлый раз у него был КПК. Сейчас у него ничего нет. Это он пустой. Ну, давайте возьмем куртку. Ух ты. Неплохо. В прошлый раз вместо того перса упала куртка. Так что тут вещи рандомно выпадают. Так, сейчас тут у нас будет труп сталкера. Там у нас бандиты. Этот труп сталкера нам стоит обыскать. Но обыскать ее надо аккуратно, потому что у нас тут некий снайдер. Снайпер есть. Так. У нас подлагивание опять произошло. Отыскать бандит украшу ПДА. И что мы... Сладкий батончик. Видите? У нас кто-то по нам стреляет. А кто-то этот находится там. Вон, видите, сидит. Ну, естественно, мы достать его никак не сможем. Да я не буду пытаться это делать. Так. Ну и теперь мы, собственно, уже подобрались. Деревеньки. Давайте сохранимся этим сейвом. Вторым уже. И пойдемте разговаривать с доктором. У нас тут происходит подлагивание, естественно. Так, друзья. Помните, я говорил про того снайпера, который в нас целился, когда мы обыскивали тот труп? Подо военного задания мы еще получили. Не стоило в нас целиться. Вот мы его убили. Ну и нам сразу же дали новый КВС. Найти снайпера. На кордоне я чуть не получил пулю от какого-то крутого стрелка из военных. Причем абсолютно ни за что. Чтобы разобраться в этом дело, мне нужно найти снайпера по прозвищу Фенрир. О нем упоминается в пудак, который я снял со стрелка. Где искать его? Я не знаю. Думаю, нужно поспрашивать у народа. Может, кто что-то подскажет. Видите, у него такой костюм вообще суперкрутой. Я бы уже давно его... Ну, вы поняли. Снял бы с него и... Еще кабанчики тут. Вот. Но... Его постигла судьба. И мы еще, кстати, винтовочку получили. Но вообще без единого патрона, винтовку. И как он с нее стрелял, тоже не представляю. Она сломана почти полностью. То есть, вообще... Просто... Тупой вес. Он нам ничего не дает. Ни винтовка, ни вот этот чел. Кроме нового задания. И, может быть, что-нибудь еще интересное в этом новом задании будет. Так что, не зря я к нему подкрался и со спины убил. Потому что... Никак по-другому его убить невозможно. Кроме как со спины. Пока эти тайнички я обыскать не буду. И тут пока никого нет. Как видел, как один снайд пришлет на у меня еблика. Он теперь давайте направляется к доктору. Тянички я пока вообще обыскивать никаких не буду. Потому что... У меня нет ножек. А патрон тратить не хочу. И плюс еще... Я знаю, что тут во многих местах лежат артефакты. Которые, собственно, мне пока не нужны. Но понадобится в скором времени. Вот, смотрите, какая у меня винтовка. Да, я крутой, я знаю. Понадобится мне в скором времени, но... Пока они не нужны. И плюс они еще... Радиацию прибавляют. Да и еще, кроме радиации... Не пушится на говорить. Кроме радиации, они еще кровотечения. А у меня только один бинт, и то я его тратить не хочу. Так, и идемте к доктору. Води, можно тут все схватить. Что у нас тут? Плейбой. Жалон для мужчины, как в зон попадает, неизвестно. Но очень ценится. Здравствуй. Здравствуй, парень. Как чувствуешься? Что-то совсем сил нет. А ты кто, доктор? Тогда привет тебя за их зачет. Он сказал, что за мостом на тебя ждать будет. А кто я? А кто я? Да, я доктор. Многие говорят, болотный доктор. Я жил раньше на болотах, вот был на кордоне, раненый, помогал. Кто ты? Я знаю, кто. Но пока ты сам не вспомнишь, не буду говорить. Ты должен вспомнить о пещере. О одиноком шахтере, которого тебе надо найти в горящем газе, монстрах. Пока выпей его снотворно, можешь чего и вспомнить. Пока спишь. А пока ты спать будешь, я хабар твой на хранение Сидорюча там. Как проснешься, у него заберешь все. В общем, проснешься, сходи и поговори с Сидорючем. Это здешний торговец. Но дверь у него заперта. Поспи, вероятно. После откроет. А если за счет, то я пойду. Спасибо, попробуй твое лекарство. Может, поможет. Внимание всем владельцам экзоскелетов. Тоже такое. Так, где наши лекарства? Вот это лекарство. Сейчас я отключу запись, потому что мы перенесемся на другую локацию. Собственно, у нас запись прервется. Тоже встретимся уже в пещере. Вот мы попали в пещеру. И в прошлый раз, когда я пытался сюда проникнуть, у меня высветилось какое-то сообщение, что я типа читер, что я что-то подобрал. И оно как раз высветилось, когда я вот здесь вот подобрал вот этот вот тайник. Хотя сейчас, сейчас все нормально. Почему-то ничего не высветилось. И я вообще не знаю, из-за чего это. Ну да ладно. Давайте изучим карту. И тут самое главное не запутаться, потому что монстров тут хоть и много, но они не сложные. Да и патронов у нас посмотрите сколько. Да и пушка у нас просто замечательная. И нам нужно каким-то образом пробраться. Ну я в принципе знаю это место, но... Все-таки... Немного... Страхово. Довольно страшно тут ходить в этой пещере. Они нам даже урон не наносят. Потому что у нас, смотрите какая защита, можно вообще не париться. Вообще можно не париться, просто аккуратненько. Их обыскивать тут. Что-то с них ничего не выпадает, да? Жалко. Но ничего, продвигаемся дальше. Не забывая поглядывать на карту. У нас лутбюреры. Так, мы находимся вместе, где у нас каких-то... Это где мы? Ну все ясно. Нужно по прямой идти. Какой у нас следующий ориентир? Давайте. Он нам ничего не сделает, даже... Он просто очень большой. И на этом все заканчивается. Потому что он большой. Тут нам даже урон не наносит. Какая-то... Тупое убивание монстров тут... О! Упал, все-таки, видите? Все-таки, наверное, я забыл поставить стопроцентное выпадение частей монстров. Это плохо. Так, что это на западлах случилось? Ну, козом. Ну, это мы сможем, кстати, себе сохранить. Если что. Так, мы в таком месте, как... Ну, я понял, где мы находимся. Теперь нам аккуратненько вот здесь вот... Патроны можно не жалеть. Убивать кого хотим. Ну, отлетели. Да, но... Забрели мы их туда. Кстати говоря... Ой. У нас костюм, че. Нам можно вообще хоть в аномалии полчаса стоять. Так, давайте все-таки сохранимся каким-то третьим, например, сейвом. Так, и нам нужно вот сюда вот. Да, я прав был. Сейчас, насколько я помню, у нас очень много монстров повылезает. Не хочу я этого. Здесь вот должно быть очень много монстров. А нет, здесь у нас... Все нормально, в принципе. Так. Так, давайте я их сейчас всех... Так, перемочили мы почти всех ребятах. Тех, кто был самым назойливым. Ну, а парочка... Осталось прям вообще неубиваемых. Там они за мной бродят. Пусть побегают. Мы пока трупы немного обыщим. Словок, что они не настолько быстрые. Как могли бы быть. Вот, тут вообще целая куча. Вообще не убиваем, вот этот чат. Он никогда не сдохнет. Вот этот... Вот этот сдох, хотя бы. А, кстати, потом он вообще не остался почти. Куда же он сдохнет-то, а? Не хочу больше с ним связываться. Давайте возьмем еще парочку. Чего найдем? Ну, а нам сюда. Рука карлика. Все это мы собираем, потому что потом мы сможем, наверное, с собой взять. Ну, кое-что хотя бы. Так. Ну, назой, наверное, вроде не поперся. А нам вот сюда вот. Тут вообще можно не париться. Можно. Ну что? Не наносится на урон. Тут можно взять. Что осталось? Свободу. Ух ты ж. А ты у нас кто? Тут же свобода. Ты у нас и свобода? В принципе, этого не знал. Так. Нам можно сделать вот тут такой тайничок перед разговором. И в него сложить вот эти все части монстров. Консервы. Аптечку. Конечно же артефакты. Костюмчик нам все это не позволит взять. Ну, кое-что. Вот что я положил. Я думаю, все это можно будет потом взять после разговора. Ну, что же. Здравствуй, шахтер. Здравствуйте. Вы кто? Шахтер. Я здесь со времен аварии на ЧАЭС. Несколько раз. Несколько нас было. Но осталось трое. Остальные погибли. Кто от монстров? Кто от болезней? Шахта старая. Часть ее обрушилась еще после аварии. Кто же вы... Как же вы тут живете? И что здесь раньше было? Привыкли. Я давно не видел солнечного света. Добую сейчас лепнуть, если выйду наружу. Давно тут никого с поверхности не появлялось. А добывали здесь уголь. Станция станции. А местным жителям тоже надо было чем-то дома отапливать. Вот и застал нас аварий на рабочем месте. Потом монстры аномалии появились. А потом пришли несколько гвардейцев. Назвали свободу. Не помогли они нам тогда. Вот и решили мы тоже за свободу быть. А ты зачем здесь? Я сам не знаю, как сюда попал. Я знаю только одно. Мне надо отдать вам кусок монолита. Я за ним когда-нибудь вернусь. Фонит он сильно. Не могу дальше тащить. Хорошо, оставляй. Раз тебе чувства подсказывают, значит так и надо сделать. Может, когда еще съедимся. Вот возьми на дорожку лекарство моего. От усталости помогает. И рецептик один запиши в подарок. Я его в пещере случайно нашел. Авось пригодится. А вот что за кусок монолита, я не знаю, что он должен отдать. Ладно, узнаем потом когда-нибудь. Спасибо, может и свидимся, если выжим. Знаю, что мне надо отдать этот кусок монолита. Но вот кому и когда, как разузнаю, так и вернусь. Гитару у него можно взять. Но, в принципе, нормально. Кстати, мы... Все, что у нас, это и есть. Точнее, по-моему, что-то я перепутал чутка. Наоборот. А что за рецепт мы получили? Данные, справка. Вот. Эмбрион крысы. Эмбрион крысы получается путем совместной трансмутации в аномалии воронка сразу четырех ингредиентов. Брюхо таракана, хлеб, хвост кошки, селезенка крысы. Время трансплутации 5 минут зоны. Вероятность удачной трансмутации 100. Что за эмбрион крысы, я не понимаю. Ладно, давайте устроим тайничок. И туда, наверное, сложим все, что мы не можем забрать. А это... Артефакты. Всякие вот эти вот гранаты, которые аномалии образуют карту зоны. Ну, а все остальное можно себе оставить. Теперь, я думаю, можно пить лекарство. Вот это вот. Состав неизвестен. Обладает выраженным тонизирующим действием. Ну что ж, давайте еще раз сохранимся. Четвертым сейпом. И... Бьем. Вот мы где оказались. И опять у нас, естественно, ничего нет. Что-то, походу, не так сделал. Рекомендация от мастеров всем новичкам и не только. Нынешние рюкзаки без знаков качества. При переноске тяжелых грузов могут просто лопнуть. Или у владельца пуп развяжется от дежести. Лопные, мстительные, коварные. Посмотришь на тебя в зеркало. Да. Че я, наверное, не так сделал с этой пещерой. Ну да ладно. Я особо не знаток народной солянки, поэтому... И прохожу ее почти так же, как и вы, в первый раз. Кто смотрит, может быть, конечно, смотрящие меня уже по десять раз вы прошли. Тогда зачем меня смотреть? Ну что там ломится? Если не прошу осмотру доктора, который в лагере. Ни хрень тебе тут и делать. Может ты больной? Есть что-то стоящее? Я с доктором поговорил, лекарство выпил. Тогда заходи, поболтаем. Все, все наши вещички у нас. И водка у нас есть еще, кстати. Что за работа? Я сделаю. Ага. Так, так, как же. Мне нужно натерть из-за ночная звезда. Мне нужно какое-какое снаряжение. Из боеприпасов ему бы предложить за выверт. Ну вот артефакты нам, кстати, сейчас и пригодятся для восьми. Плеер, куртка. Куртка у нас есть. Спальный мешок. Пистолет патрона к нему. Бит. Ох, как они дорого стоят, боже мой. Что за бодягу ты мне приволок? Слушай, ты можешь у меня купить винтовку? 1147. Нет, оставлю себе. Когда-нибудь починим. А теперь давайте сбегаем в деревеньку. Удачной охоты, сталкер. Пусть. Кстати, какой нам артефакт дал найти? Ночная звезда. Ну это ладно, это мы всё потом переварим. Кстати, давайте глянем, может быть. С волком всё ясно. История. По слухам, есть здесь недалеко место, где лежит артефакт редкий. Ночная звезда. Ты мне его принесёшь, а я заплачу, как полагается. Только учти, артефакт радиоактивный. Недолго и до беды. За наследство не боишься? Вот возьми, пожалуй, контейнер займы. Хороший контейнер, больших денег стоит. Только сильно не мешкай. Тащи сразу, как найдёшь. Если принесёшь, то я попроще и полегче контейнер дам. Думаю, он тебе ещё пригодится. И рецептиком с тобой поделюсь. Да, как принесёшь, не забудь мне. Напомни, старею. Могу и забыть. Да перед этим артефакт из контейнера достанет. Посмотрю, то ли я кота в мешке брать не буду. Ну, рядом, он сказал. Рядом всё ясно. То есть, фиг пойми, где его искать. Давайте сначала поговорим с волком. Попробуй, всё это ясно. Он нам вот дал ножик. Мужики, я к вам посылаю человека. Не дал ножик. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтёте нужным, атакуйте. Приём. Хорошо, влук, присылай. Только пусть не мельтяжит здесь. Конец вези. Да. То есть, вы хотите сказать, что... Ты нам ножик не дашь? Интересно, а у Сидора есть ножик в продаже? Ладно, я решил пока ничего не предпринимать. То есть, не доставать артефакт из этих тайников. Думаю, уж когда обзаведёмся костюмчиком получше, тогда уже сделаем. Не хочу сейчас тратить своё здоровье. Да и плюс у него там за каменный цветок или за медузу, там чё, патроны к нашему дровяку. А это всё мы сможем найти на АТП, когда будем убивать этих бандитов. Вот. Где у нас там встретиться с людьми волка? Блин, что с картой? Ух ты, не пугай ты меня так. Иничтожить бандитов, разведчики из группы волка. Взять шустрого флешку, принести флешку торговцу, всё ясно. Но это мы уже будем делать в следующей серии. А пока подписываемся, ставим лайки, кому понравилось. Фу-фу-фу. Вот такой у нас излом. Ещё один, кстати, бегает. Поэтому кому понравилось, ставим лайки. Ещё раз повторюсь, подписываемся на канал. Всем пока, друзья.